В первую очередь я хочу сказать, что эта презентация не совсем о том, как применять GPS, хотя и об этом тоже, а больше о принципах его работы. Я думаю, что каждый мобильный разработчик использует GPS так или иначе, и неплохо бы понимать, как оно устроено. Поэтому начнем, так сказать, с того, как это работает, а потом немножко о применении. Так, значит, система GPS состоит из трех частей. Первая – это сеть спутников, вторая – это сеть наземных станций, и третья – это сеть приемников к этим сервисам. О, супер, спасибо. Итак, какие есть альтернативы GPS? Так, их всего три. Это определение положения по базовым станциям мобильной связи, методом треангуляции, Wi-Fi positioning system и indoor positioning system. Значит, начнем. А российская система не входит сюда? Ну, это практически то же самое. Оно основано на тех же принципах, что и GPS, поэтому мы не рассматриваем этот вариант. Окей. Итак, как работает триангуляция по базовым станциям? Она основана на осанкшене, что уровень сигнала обратно пропорционален расстоянию до базовой станции. Таким образом, если наше устройство принимает сигнал с трех станций, мы знаем их координаты, так как они, брат, растят их, мы можем определить положение нашего приемника. Вот. Этот метод не дает достаточной точности, так как на самом деле на уровень сигнала влияет условия среды, там, среда распространения, какие-то препятствия. Поэтому точность данного метода порядка нескольких сотен метров. И при этом он работает только в зоне хорошего приема мобильной связи. Второй метод более точный. Есть база данных Wi-Fi точек доступа с известными координатами. Когда юзер подключается к ним, можно определить, что он находится в зоне действия, то есть в радиусе 100 метров от точки доступа. Но, опять же, работает только в зоне покрытия Wi-Fi. И новомодная Indoor Positioning System, она основана на специальных RFID и Bluetooth Low Energy тегах, которые развешаны внутри зданий. И как только девайс попадает в зону действия тега, становится известно его местоположение. Но это, как следует из названия, применимо только внутри помещения. Поэтому все эти альтернативы на самом деле не могут заменить GPS, потому как ее первоначальное предназначение – это навигация. Для навигации нужно получать координаты вдали от мобильных сетей, Wi-Fi и, в общем, в полевых условиях. Все эти альтернативы не обеспечивают таких функций. Что начиналось в GPS? Самый известный ее предшественник – это система «Транзит» или «Навсад», которая была разработана специально для морской навигации. Она была построена немного по другому принципу. Только один спутник был виден в каждый момент времени, чтобы избежать интерференции сигналов со спутников. Принцип работы был основан на доплер-эффекте. Измерялась относительная скорость спутника некоторое время, и потом по его доплерограмме определялось местоположение приемника относительно спутника. И это занимало порядка 15 минут. В «Апгрейд» версии это время снизили до 2 минут. Кроме того, спутник был виден только один раз в час в среднем, поэтому нельзя было в любой момент времени получить координаты. И также эта система имела разветвленную сеть наземных станций, вот одна из них на фотографии, которые измеряли параметры орбит спутников и бродкастили эту информацию, так как она необходима для определения координат. Теперь немножко истории. Вообще идея GPS возникла после запуска первого искусственного спутника Земли в конце 50-х. Американские радиолюбители наблюдали за ним, слушали его сигналы, и они поняли, что по изменению, опять же, на основе дроплер-эффекта, по изменению частоты сигнала и зная свои координаты на Земле, можно определить, где находится спутник. И таким образом они вычислили его орбиту. А потом они поняли, что можно сделать и обратную операцию, то есть зная орбиту спутника, определить положение приемника на Земле. И это легло в основу системы Транзит. После 10 лет использования системы Транзит стали очевидны ее недостатки. Фикс можно получить только раз в час, плюс время получения фикса достаточно длительное. Поэтому начали разрабатывать альтернативную систему. Тут же GPS-систему, которая используется в данный момент. Разработка длилась около 30 лет. Спутники выводились на орбиты поэтапно. Потом они апгрейдились, заменялись новыми. В данный момент система GPS состоит из 31 спутника, 24 из которых работают, остальные просто запасные. В конце, не, в начале 80-х годов, когда Советский Союз сбил корейский Boeing, который случайно зашел в воздушное пространство СССР, Рейган разрешил использовать GPS для гражданских приложений. До этого это была чисто американская военная разработка для военных нужд. Таким образом, Советский Союз два раза повлиял на разработку GPS. Итак, основы ее работы. На картинке изображено три спутника, но на самом деле для определения координат нужно как минимум четыре. Потому как, если мы определяем координаты в пространстве, три сферы пересекаются в двух точках. То есть, это не дает точного местоположения. Нужно как минимум четыре. Что же эти спутники передают? Каждый спутник оснащен атомными часами, которые используются для генерации точной частоты. Есть две основные несущие частоты L1 и L2. так в каждом спутнике зашит так называемый CA-код. Он уникален для каждого спутника. И эти CA-коды это так называемые ортогональные коды. Это означает, что они при смешивании минимально влияют друг на друга. Это необходимо для реализации CDMA-технологий, которые используются в GPS. Кроме этого есть P-код. В каждом спутнике есть фрагмент этого P-кода. И он каждую неделю генерируется заново. P-код используется только в военных системах. Все гражданские приемники используют только CA-коды. генерируется ну и собственно Navigation Message это та информация, которая передается через GPS. Все остальное нужно лишь для того, чтобы разделять каналы и передавать данные. То есть никакой полезной информации не содержит. так из чего состоит Navigation Message он имеет длину 1500 бит и передается на скорости 50 бит в секунду. То есть передача всего Navigation Message занимает около 30 секунд. Поэтому это минимальное время холодного старта для GPS приемника. он состоит из Subframe этот Navigation Message в начале каждого Subframe находится так называемая преамбула TLM and How которая нужна для того, чтобы было легче распарсить этот фрейм на Subframe. Далее идет TimeStamp с атомных часов спутника. Кроме того, он содержит также поправочную информацию. Далее Ephemeris и Almanach. Теперь подробнее, что это такое. Если коротко, Almanach это информация о взаимном расположении спутников и эта информация позволяет приемнику выбрать те спутники, с которыми он собирается общаться. они должны быть расположены определенным образом. В принципе, в зоне видимости их может быть больше четырех. Но тут важно выбрать правильных четыре спутника. Для этого нужен этот Almanach. Каждый спутник в своем Navigation Message передает полный Almanach, то есть положение всех спутников приблизительное. эфемерис это подробные параметры орбиты данного конкретного спутника. Для определения местоположения необходимо знать точно, где находится спутник. Для этого нужна информация, которая передается в эфемерисе. так, как это работает, так как у нас много спутников и они все работают на одной частоте, нужно как-то различать их сигналы. Для этого используется технология CDMA. Всего есть три технологии разделения каналов, это FDMA, TDMA и CDMA. Частотное разделение, разделение по тайм-слотам и CDMA и разделение по кодам. В GLONASS, например, используется частотное разделение каналов. Недостаток частотного разделения в том, что оно усложняет аппаратную часть, то есть схемотехника приемника будет более сложная, потому что он фактически будет не на одной частоте работать, а перескакивать между какими-то каналами. Тогда как при CDMA он работает четко на одной частоте. CDMA использует ортогональные коды для разделения сигналов. Полезный сигнал с помощью операции исключающая или складывается с этим псевдослучайным кодом, так называемым, а потом уже полученным сигналом модулируется несущая частота. Здесь подробно расписано, каким образом создается выходной сигнал для GPS. Вот это посередине Navigation System Data это полезная информация. Все остальное нужно лишь для того, чтобы эти каналы потом можно было разделить. То есть все остальное не несет полезной информацией. Navigation Message складывается с C-кодами и с P-кодами. Далее суммарный сигнал Navigation Message и C-кода этим сигналом модулируется L1 несущая, а сигналом с P-кодом модулируются обе несущие. Таким образом гражданские приемники работают только на одной частоте L1, а военные используют две частоты L1 и L2. Что именно там передается это военная тайна. В общем мне это неизвестно. Но можно сделать вывод из того, что P-код имеет большую частоту чем C-код, что там передается явно больше информации. Поэтому точность позиционирования выше. информация, которая передается через C-код, она искусственно, ее точность искусственно ухудшена для того, чтобы избежать использования гражданского GPS в военных целях. Теперь как определяется положение? Так как Navigation Message содержит таймстап, таким образом мы знаем время передачи, это TT в этой формуле. Также приемник знает, когда он принял сигнал, это TR, и скорость распространения сигнала это C, скорость света. Таким образом определяется расстояние до спутника. Координаты спутников X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2 и так далее они известны, так как они содержатся в эфемерисе, опять же в Navigation Message. Таким образом, из этой системы уравнений можно найти X, Y и Z, то есть координаты GPS-приемника. Вот. Расположение четырех спутников, как я уже говорил, должно быть определенным, то есть они не должны быть, например, располагаться в одну линию, потому что в этом случае это будет частный случай для этой формулы, когда она не будет иметь одного, для этой системы, когда она не будет иметь единственного решения. Поэтому для этого нужны альманах данные, чтобы приемник мог выбрать именно правильные спутники. теперь немножко о применении. Применения могут быть самые разные. GPS широко применяется в науке для измерения передвижения айсбергов, например, гор и так далее, ледников. Для навигации это то, для чего его, собственно, придумали. Для морской навигации, для авиа. Тайминг это несколько нестандартное применение, о котором многие не знают, так как GPS-сигнал содержит время, таймстанк с атомных часов, его можно использовать для синхронизации часов. Мэппинг это такое тоже редкое применение, о котором мало кто знает. Как именно это происходит, я тоже не совсем представляю, но приблизительно люди обходят с GPS-приемником какие-то геологические объекты, к примеру, потом трекинговые данные накладываются на карту и можно понять, где расположен этот объект. Как-то так. известное применение трекинг это отслеживание грузов или людей. Это так сказать обычные стандартные применения. Теперь факты и мифы. На многих сайтах написано, что GPS основан на эффекте доплера. На самом деле, как мы видели, никакой эффект доплера там не используется. Он использовался в предшественнике GPS-транзите. А GPS основан на измерении разницы во времени отправки и прибытия сигнала. Что еще? GPS не только для навигации, как я уже говорил, есть класс устройств точные хронометры, которые используют GPS для синхронизации времени. Еще интересный факт. На самом деле, часы, которые на GPS-спутниках расположены, они идут не по UTC. Атомные часы это эталон времени, поэтому они идут точно, тогда как UTC привязана к вращению Земли. Земля делает один оборот за 24 часа по UTC. Но вращение Земли нестабильно, иногда бывают различные отклонения, поэтому периодически ученые вводят поправочную секунду в UTC, чтобы выровнять это отклонение. И таким образом, с момента запуска GPS-системы уже накопилось 16 секунд разницы между атомными часами спутников и UTC. Дальше, из-за того, что эти атомные часы движутся достаточно быстро на спутниках, там имеют место релятивистские эффекты. То есть атомные часы на спутниках несинхронно идут с часами на Земле за счет разницы в скорости. Это разность скорости или разность ревитации? Я хочу вариант что это разность ревитации. Он зависит от скорости. То есть для объекта, который движется быстрее, время идет медленнее. Спутник движется быстрее, поэтому часы идут медленнее, чем на Земле. Ну и как я уже говорил, на данный момент система состоит из 31 спутника, из которых 24 работают, остальные запасные. Так, теперь немножко о нестандартных применениях. Первое применение это Mobile Performance Art. Люди бегают с GPS трекером, потом выкладывают данные на карту и прокладывают маршрут таким образом, чтобы получилась какая-то картинка. Вот тут видно внизу дракон какой-то или кто это такой. Вот. Это не совсем то, для чего был GPS разработан, но некоторым людям нравится. Потом из новых применений. Недавно был разработан прибор для измерения уровня моря. Вот он справа на картинке. Он состоит из двух антенн. Одна принимает прямой сигнал со спутников, а вторая принимает отраженный от воды. И далее обрабатываются эти сигналы и определяется уровень моря. Данный прибор используется для исследования последствий парникового эффекта и поднятия уровня моря. Ну и третье применение я уже упоминал об этом это точные хронометры для авиации, для кораблей или просто там для промышленности, которые сами себя синхронизируют по спутникам. Не только они бывтовые тоже бывают. У меня дома метеостанция которая стоит на окошке она тоже принимает сигнал и постоянно синхронизирует то есть постоянно что-то там идут вовремя не отстают они это вот несколько раз сутки обновляется. Так теперь полезные ленты посмотрите ну вот в принципе все такая небольшая презентация еще я хотел рассказать про свое применение которое я в своей практике использовал нестандартное несколько была такая проблема приложение набирало номера телефонов но в некоторых странах используется лидинг зирус номерах то есть если номер набирается в международном формате между кодом местности и номером абонента добавляются нолики дополнительные вот таким образом люди когда нажимали на эти номера в мобильном приложении в интернешнл формате шла тарификация как за междугородний звонок и пользователям это очень не нравилось вот поэтому пришлось запилить такую фичу определяли по координатам код телефонный код местности и дальше брали телефонный код из набираемого номера и сравнивали если они совпадают значит человек звонит из той же местности что и номер абонента так то есть это значит что номер нужно набирать в местном формате и вот эти вот leading zeros убирались если же человек звонит с другой местности там другой код местности то leading zeros оставались и он звонил как по между как по межгороду вот ну в принципе у меня все вопросы у меня таке запитание вот я словно висна игра ингресс от ну яку сейчас опорта и гугл и что вы можете сказать на рахунок вот использования в ингрессе гпс как он там был сделан для реал тайм сохранизации и показу координат то ну там похибко буквально 5 метров это потолок еще раз не понял вопрос меня взагал чута да да слышно вот запитание есть игра ингресс от гугла и ну я знаю чего нет там получается реал тайм сохранизация и ну власне передача координат в гпс там с похибкой буквально там до 5 метров на звичайном android девайсе и просто ну насколько это реально то есть это был какой-то кастомный ну кастомный от того же самого гугла использованный механизм для получения точных координат или этого может достигнуть имея эти ресурсы которые сам android и то что на самом деле 5 метров это нормальная точность которая обеспечивается цивильным наскільки часто насправді и точно можно отримать координаты при например сайдпс то что я могу им серии 0,1 секунду реально отримать координаты юзера чтобы я мог трекать его перемещение когда он бежит чтобы один юзер мог бы видеть как и другие например перебегают в реалтайм наскільки наскільки я могу передавати координаты ну на самом деле это уже функция самих gps приемников которые в дополнение к координатам они умеют определять скорость движения приемника они уже там используют свои механизмы основанные кстати на эффекте доплера для того чтобы определить с какой скоростью они движутся то есть если допустим ваш приемник определяет скорость это не значит что он там каждую там миллисекунду получает значение координат и таким образом высчитывает скорость он использует другие механизмы как например эффект доплера зрозумело дякую технически аппаратно оно позволяет принимать со всех спутников вот эти навигейшн месседжи одновременно то есть мы не должны там их друг за другом принимать они все параллельно принимаются поэтому можно с очень высокой частотой получать эти навигейшн месседжи но один навигейшн месседж занимает 30 секунд поэтому я не думаю что можно там каждую секунду но каждые 30 секунд легко а у меня еще запитание часом бывает что в час использования GPS бывают такие очень высокие скачки по координатам по высоте это может быть связано ну там тряпки буквально на сотню метров у меня не настолько много скажем ну ця штука часто повязана с покрытием власне в самих населених пунктах и очень часто с покрытием будилель будилля с металовым покрытием она отбывает GPS сигнал и ты можешь прыгнуть на стриску будучи на степана бандера вот смотрите те GPS которые используются в мобильных девайсах это так называемые ассистед GPS там для ускорения получения координат они подкачивают вот этот эфемерис и альманах дейта с интернета то есть они получают из навигейшен мессенджа только начало мессенджа сейчас я покажу в начале как раз идет таймстап если мы знаем координаты спутников нам достаточно только вот это начало первые 12 байт получить это ускоряет получение координат но вот эти альманах и эфемерис они могут быть устаревшими если приемник еще не успел скачать обновленный между ассистед GPS приемник который их с интернета скачивает вот то он может использовать устаревший и тогда определение координат будет работать неправильно какое-то время до тех пор пока он обновленные данные не стянет возможно это связано с этим то есть он начинает пользоваться старыми данными потом как он получил апдейт он корректирует координаты разуме да 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 а еще такой вопрос координатные более-менее понятно но обычно GPS приемники еще выдают информацию о высоте над уровнем моря там приблизительно хотя бы каким образом это рассчитывается ну так это тоже часть координат x y и z высота это z ну z от земли или z до спутника она может рассчитать мы же говорили что она рассчитывает на расстояние которое прошел сигнал до какой-то точки то есть на пересечении мы можем определить какую-то точку на земле но как они высоту рассчитывают мы же знаем высоту спутника над землей над уровнем моря таким образом если мы знаем расстояние между спутником и приемником мы можем определить высоту приемника над уровнем моря окей хорошо спасибо а я каоемная точность максимального живота у гражданства порядка двух метров у военных меньше метров утром неизвестен есть еще вопросы к марату Марат, спасибо большое за интересную презентацию.